ПОТАПИНКА БУДЕТ Много новостей, да, как уже было сказано, у нас и Михаил Крутихин зайдет, поговорим о ценах на наше черное золото, да и, в общем, пахнущее золото. Нет, не то, что вы подумали, про газ мы будем говорить в том числе. Михаил Крутихин об этом знает практически все, поэтому это будет в 10 утра. Ну, а тут у нас новости подоспели, не знаю, одна вкуснее другой. В Москве задержали мать пациента детского хосписа по подозрению в контрабанде запрещенных препаратов, которая заказала в интернете необходимый ее сыну препарат Фризиум. Об этом на Фейсбуке написал директор фонда «Дом с маяком» Лидом Маниава. Елену отпустили домой после вмешательства в ситуацию основательницы фонда помощи хосписам Вера Ньюты Федермессер. Посылка с препаратом арестована. Если завтра у Миши начнутся судороги, мы не знаем, чем ему помочь. Все зарегистрированные в России препараты пробовали, не помогают. Так, могу сказать, что эта ситуация вообще массовая. Это уже не первый такой случай. Попадали люди, которые заказывали себе через интернет, например, препараты для того, чтобы похудеть. И только тогда, когда их принимали, что называется, выяснялось, что препараты содержат в себе запрещенные в России. Я пытаюсь понять. Хорошо, вот человек заказал. Он знает, не знает. Вы когда пересылаете, простите, вот идет, у нас есть таможенная служба, которая пропускает. Почта пропускает. То есть два государственных органа пропускают. А почему они пропускают запрещенные препараты? Тут надо отметить, что в прислужбе Центрального таможенного управления подтвердили, что сотрудники их ведомства проверяли посылку как раз Боголюбовой, когда она находилась уже в почтовом отделении. То есть сразу вопрос. Ребята, раз вы пришли, проверяли конкретную посылку, вы знали, что там запрещенные препараты? Таможню, данная, подожди. Значит, отметка таможни возникает существенно раньше. То есть таможенный пост пересекается раньше. Какие, почему на таможенном посту, поясните мне, не возникает остановка, что данный препарат запрещен с Российской Федерации к обращению или там еще что-то. И все. И гражданину посылается уведомление, что данный препарат запрещен. Точка. Не возникает никакого преступления. Или в лучшем случае возникает попытка преступления. Точно, еще раз говорю, два государственных органа почему-то вместо того, чтобы остановить эту посылку на таможне, и все, даже почта дальше не включается. В лучшем случае посылается почтовое отправление. Они, они, это все равно же как бомбу, знаете, дослать и подождать, пока она, заказать и дождаться, когда она дойдет до отправителя. А так в Кремль, кстати, нельзя? Ну, знаете, нет. Давайте вот как-то воздержимся. Действительно, то, что говорит... Давайте послушаем комментарии директора фонда «Дом с маяком» Лиды Манявы. Министерство здравоохранения обещало наладить ситуацию с обеспечением детей незарегистрированным препаратами, но прошел год, и вообще ничего не изменилось. Несколько тысяч семей, у которых дети с эпилепсией, палиативные дети, продолжают покупать противосудорожные препараты в интернете и за границей, нарушают закон, рискуют оказаться в тюрьме, но другого способа помочь у детям у них просто нету. И вот сейчас, спустя год, случился второй такой же случай, когда задержали маму из-за того, что она нанесла своему ребенку противосудорожные лекарства. Мама консультирует юрист, мы присутствуем во время ее общения со всеми этими органами. Врачи в это время занимаются ребенком, потому что он остался без лекарства, у него сейчас могут начаться судороги, пытаются подобрать ему лечение, чтобы облегчить состояние. Мы рассказываем в интернете про эту проблему, больше мы особо ничего не можем сделать. Мама целый день провела в таможенном комитете, там оформили документы, теперь эти документы едут в следственный комитет, дальше мама будет вызывать к следователю, будет решаться, откроет уголовное дело или нет. Если откроет, то по факту или против кого-то, и будет понятно, мама в качестве кого проходит. Пока что еще вообще ничего не понятно. Нужно зарегистрировать эти препараты, их не так много для лечения детей с эпилепсией, и нужно наладить механизм обеспечения незарегистрированных. То есть всегда будут появляться какие-то новые лекарства, которые еще не успели зарегистрировать в России. Ну, тут следует отметить, что по процессу регистрации этих всех препаратов у нас от годов до полутора. А насколько я себе понимаю, у детей нету этих... Этого времени просто нет. Да, у них часов нет. А тут предлагают, слушайте, ну тут полтора года, мы будем... Вообще отлично. Слушайте, каждый раз у нас выходит какое количество замечательных бумаг регулирующих. Вот тут на днях, я помню, ГОСТ был сформирован на... Как фотографировать младенцев в пунктах фотографии. Вот правда нечем заняться. У нас все остальные проблемы решены. У нас давим мы, соответственно, запрещенку. А тут у нас дети, у которых жизнь идет на секунды, на минуты. И самое интересное, вот говорю, вот то, что мне не дает себе ответа на вопрос. Почему таможенный орган позволяет данной посылке, если данный препарат запрещен, перемещаться по территории Российской Федерации? Вообще ситуация доведена до какого-то страшного, просто страшного абсурда. Посмотри, что происходит. У нас есть полицейские, которые обладают... На руках имеют определенное количество наркотиков, которые они могут подбрасывать. Ты сейчас еще про разгвардию расскажи, вот арестованных. Нет, я хочу напомнить тебе случай отравления в Москве, когда молодой человек ходил и водой с подмешанными туда психотропными лекарствами, которые он непонятно где доставал. В какой-нибудь аптеке продали? Да, слушатели об этом пишут, что они знают даже эти точки, да, и местные жители знают. А тут маму, которая фактически поставлена в условие, когда она вынуждена нарушать закон, чтобы спасти жизнь своему ребенку, кто ее поставил в эти условия, это отдельная песня. Почему это не отдельная песня? Понимаешь, семь часов, как главного наркобарона, допрашивают за это дело. И это, надо сказать, сильный ребенок, что он не умер в это, извините. То есть вот я каждый раз с этими псевдогосударством и псевдоправоохранительными органами, я каждый раз пытаюсь заглянуть где-то в глубину их мозга. Вот я помню, сейчас случаи, у меня всплывают случаи такие вот резонансные. Я помню, когда каких-то утят умертвили для того, чтобы доказать, что они были с территории Украины. Меня тогда это тоже возмутило. Здесь, а здесь даже не утята, здесь человек. Вот товарищ полицейский исследователь и таможенник, вот не дай бог будет смерть. Ты как будешь себе оправдывать и своим детям? Вот ты лично персонально, ты будешь говорить, что я исполнял закон, у меня норма закона такая была. Ну, я же тут всего лишь, там, не знаю, только посмотрел бумажку, ее сверил, и типа вина не на мне. Да нет, дружок, не бывает такой. Каждый, кто из вас будет приложить эту ручку свою, якобы соблюдая закон, напомню, что в любом приказе и в любой приказ, который отдан и является неправосудным, его обязаны не исполнять. И в данном случае, на мой взгляд, это неправосудное решение. Вы попросту убиваете ребенка, который ничем вам ответить не может. Если вы думаете, что это я сейчас не про какие-то там законы, но я четко это вижу, я уже много раз видел, что это отражается не на вас, родимых. Вот прямо не на вас. Но помните, что с детьми вашими и внуками вот всегда будет происходить какая-то засада. И не удивляйтесь, почему это происходит. Дим, у меня еще, ты знаешь, в этой ситуации у меня, наверное, вопросы не только к полицейским, у меня вопросы и к нашему Минздраву, который что, не знает, какие препараты у нас есть в России? Из тех, которые они запрещают, а какие нет? Когда они составляют вот эти вот самые списки. А это программа импортозамещения, это святое. Потому что вот у меня же был парень, который завозит сюда оборудование и импортное оборудование. Они же, ну, слава богу, что я-то с ними регулярно, с производителями оборудования общаюсь. Он говорит, а что мы вынуждены? Разбираем иностранное оборудование, снимаем, вернее, с него кожухи, ставим наш металл, ставим логотип, вкрячиваем ненужное абсолютно программное обеспечение, поднимаем стоимость в два раза, потому что должно быть 50% нашу, и наши сограждане получают импортное оборудование, но по двойной цене. 730-101, телефон прямого эфира, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте, слушаем вас. Здравствуйте, я, знаете, по какому вопросу, вот, просто решил позвонить вам, можно на вашем радио себя рекламировать? Я вот суперученый по внутренней энергии. Да, вы знаете, напишите нам письмо, silversobaksilver.com. Рекламная служба у нас, в принципе, недорого берет, так что можно, конечно. Еще одна новость, друзья, которую хотелось бы обсудить вместе с вами, мэр Нижнего Тагила, Владислав Пинаев, заставил глав местных дорожных организаций сесть в инвалидные коляски и проехать в этих самых колясках по улицам города. Таким вот способом глава хотел испытать доступность городской среды. В мероприятии участвовали не только главы дорожных организаций города, но и сами инвалиды-колясочники. Пресс-служба администрации сообщила, что все выявленные случаи низкой доступности участков города для маломобильных слоев населения, такие как, например, высокие бордюры или желоба для отвода воды на пешеходных переходах, обязательно будут исправлены. И я напомню, что на прошлой неделе мэр Нижнего Тагила отправил на две недели своего зама в одну из общеобразовательных школ города. Там сейчас идет активное строительство, и школу нужно успеть сдать к началу нового учебного года. У нас приличный, у нас еще образовался еще. На своей шкуре, ты знаешь, это называется, попробовать. А есть же это известное видео, когда чиновник пытается проехать как раз на коляске инвалидной и не может это сделать. Много лет назад я принимал участие в такой акции с одним из сообществ, когда я как здоровый человек пытался проехать на коляске. Но я могу тебе сказать, что я все эти, скажем так, пандусы сейчас испытываю, гуляю со своим мелкой. То есть могу сравнивать вот эту инфраструктуру. Деревня Майамки, у меня даже в голове не задумывалось, что нет, например, не будет лифта, пандус будет как-то по-другому положен. Когда мы прилетели в нашу любимую Шерему, и мне пришлось спускаться с колясками, баулами, со всем этим. И вот тут-то я понял, здравствуй, Родина. Потому что мы вышли по, соответственно, рукаву. А вот дальше оглядываешься, смотришь... Хоть в зубах неси, да. Все на руках и понесли. Все на руках постепенно. И точно такая же гуляние по району. У нас приличный район, да, юго-запад, там все остальное. Путь выбираешь именно так, чтобы не попасть на пандус. Потому что по пандусу даже коляску спустить, обычную детскую, невозможно. Ты отдельно берешь ребенка на руки, отдельно везешь коляску. А если он спит, это вообще кердык. Это приходится объезжать такими... А у меня есть подруга, которая у нас инвалид. Она живет в Тольятти. Мы ей помогаем периодически. Они все заперты. У нас вот многие говорят, вот у нас на улицах нет инвалидов. Они у нас есть. У нас инвалидов огромное количество. Они просто у нас сидят. Они заперты. Они заперты в тюрьме. Тюрьма под названием дом. Они не могут выйти. Они не могут выйти из подъезда. Они не могут подъезд переехать. Они не могут спуститься. Ничего. У нас инвалидов ничуть не меньше, чем в зарубежных странах. У нас их чуть ли не больше на 100 тысяч человек. Я сейчас там прямо цифры не вытащу из памяти. Но они просто заперты. Я хочу нашим слушателям задать вопрос. Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Это смс-портал. Он же номер ватсапа. Семьсот тридцать сто и один телефон прямого эфира. К слушателям из самых разных городов. Как вы оцениваете городскую инфраструктуру вашего города? Насколько она приспособлена для людей инвалидов? Для, например, инвалидов-колясочников. Тех же самых. Да никак она не приспособлена. Вот просто она не приспособлена ни для мамочек, ни для кого. Вот, кстати, нам тут написали по поводу, что есть закон, а есть правоохранители обязаны его исполнять. И что в данном случае неправосудный приказа нет. Напомню, что во всех уставах, в том числе правоохранительных органов, задача главная стоит. Предотвращение. Предотвращение. Поэтому недопущение. Если пришла посылка с запрещенным лекарством, нужно предотвратить данное преступление, а не видеть его длещимся и ждать, пока человек его получит, и заработать действительно ту самую палку. Поэтому в данном случае у правоохранителей масса инструментариев, как не допустить, чтобы гражданин в конечном итоге сел на скамью подсудимых. Есть масса вариантов. Поэтому что делать? Есть решение. Другое дело, будут ли они делать и делают ли? Нет, не делают. А мы сейчас говорим все-таки про инфраструктуру для инвалидов как таковую. Слушатели, нам пишут, у меня в семье есть родственник, он инвалид, колясочник, и я вам хочу сказать, что для того, чтобы выйти просто с человеком на прогулку, надо пройти все круги ада. Слушатель, к сожалению, не подписался, из какого он города. А это не... Ты знаешь, вся проблема заключается в том, что и город Москва не к этому не приспособлен. Я не знаю, это ни одного... Чуть в меньшей, наверное, степени все-таки, чем города-регионы. Но инвалидов-колясочников я не вижу. Я не вижу вообще инвалидов, потому что за рубежом это видно сплошь и рядом. Они спокойно перемещаются, они спокойно социализированы. И когда я вижу, например, туалеты для инвалидов, но при этом ты в этот торговый центр не подъедешь, то какой смысл делать туалеты? Слушай, я хочу тебе сказать, что я здесь порадовалась, так как живу в Подмосковье, и периодически, значит, езжу на электричках, что наконец-то в наших электричках, не во всех стали появляться вот как раз вот эти места, да, специальные для инвалидов-колясочников. Да, ну, аллилуйя, понимаешь, ну, наконец-то, хоть что-то, хоть где-то. Ну, да. Про доступность городской среды для инвалидов мы пообщаемся в прямом эфире с чемпионкой Европы по фехтованию на колясках Анна Гладилина на связи со студией «Серебряного дождя». Аня, доброе утро. Анна, доброе утро. Здравствуйте. Ну, скажите, вот насколько, на ваш взгляд, среда хоть сколь-нибудь для маломобильных приспособлена? Потому что я говорю, несколько лет назад я принимал участие как здоровый человек в одном таком из флешмобов, пытался, как говорится, где-то проехать. Сейчас езжу, как в очередной раз молодой отец. Даже как молодой отец могу сказать, что коляску приходится таскать, то есть отдельно ребенка, отдельно коляску, и вариантов других нет. Да, к сожалению, это имеет место быть, и в городах, регионах эта проблема стоит особенно остро. Создаются отдельные места, комиссии, которые принимают. То есть ездят они по объектам, они добиваются каких-то пандусов или подъемников, или еще чего-то. Но что касается, в общем, выйти на улицу и пройтись, до сих пор остается, конечно, сложным. Потому что центральные улицы города, они как делались со своими бордюрами, недоступными спусками несколько лет назад, так они пока и остались. К сожалению, в большей мере приспособлены скорее коммерческие объекты, такие как торговые центры крупные, современные и так далее. Более-менее присоединяются такие общественно значимые объекты, как поликлиники, какие-то администрации, еще какие-то подобные здания. А что касается просто выйти из квартиры, иметь доступную среду в квартире, в своем доме, и пройтись по улицам города, прогуляться, это до сих пор остается сложным. Ну, причем я вижу, что в домах пандусы типа по нормам ставятся, но, честно говоря, я могу сказать, что по ним спуститься невозможно ни с коляской, ни на коляске, ну никак, потому что они варятся из какого-то швиллера, но туда, во-первых, и по расстоянию не попадает коляска, а угол таков, что, ну, я даже не уверен, что там надо будет, кем там быть, чтобы там богом надо быть, чтобы под этим углом спуститься, иначе ты там просто разобьешься от двери, как мне кажется. Да, к сожалению, пандусы ставятся не по нормам, а все больше для галочки, вот, пока люди конкретно не поймут, что это нужно, пока вот, не знаю, мы не будем там отвоевывать свои вот эти вот права, они не поймут, что это действительно кому-то нужно. Я буквально недавно столкнулась с проблемой замены жилья, стал вопрос переезда, и я поехала в абсолютно новый район нашего города, который строится, как бы, по всем нормам. Там действительно много доступных пандус, там действительно доступных. А в подъездах стоят подъемники. Но я при просмотре квартиры с риэлтором, мы не смогли им воспользоваться, так как он заранее стоял уже сломанный. Его поставили, но он не работает. То есть, как дальше быть вот с этим вопросом? Я просто вот не знаю, если уже в новые дома ставятся такие вот подъемники. Ну, понятно, для галочки сделали и отчитались. Да, то есть они думали, они никому не нужны. Ну, на мой взгляд, куда существенно проще просто делать безбарьерную среду, которая, ну, то есть для здорового человека наличие пандуса просто будет преимущество, не будет ступенек, а для инвалида, попросту говоря, это будет естественная среда. И тут, на мой взгляд, баланс и согласие тут же наступят. Потому что, ну, человек по пандусу и все. Он тоже может спускаться. Мы сначала создаем проблемы в виде порожек, потом думаем, как их решать. И, конечно, вот эти пандусы, извините, они нужны действительно не только людям на колясках. Они нужны молодым мамам. Это часто там девочки 20 лет, по сути, которые таскают тяжелые коляски, открывают тяжелые подъездные двери и еще стаскивают детей с этих безумных порожек. Это да. Да, Ань, спасибо вам огромное. Чемпионка Европы по фехтованию на колясках Анна Гладилина была на связи со студией Серебряного Дождя. И мне тоже, кстати, вот я не понимаю, почему не строить, то есть изначально в строительные нормы не закладывать так, чтобы это была именно безбарьерная среда. То есть для здорового человека пандусы, окей, не вопрос, можно спросить. Отец родной. Что? Как ты там говоришь, аполитично рассуждаешь, да? А бордюры менять? Да, порядка. На весеннюю и зимнюю коллекцию. Подожди, еще существует осенне-зимняя. Да, согласен. Вспылил, был неправ. Убиваю целую отрасль, лишая людей работы и доходов и дач. Ну, я на самом деле, кроме шутки, я совершенно с тобой согласна. Никакой проблемы не составляет. Действительно, безбарьерная среда. То, что касается ограждения, вот нам пишут. А то, что касается разделения тротуаров и проезжей части. Ребят, в той же Европе все придумано. Все украдено до нас. Да, да, есть специальные тоже и разделители, в свою очередь, и знаки, которые привлекают внимание к переходу на проезжую часть. Реально все придумано. Нет, ты знаешь, я говорю, я себя поймал на этой ужасной мысли, что в деревне Майямки, а это деревня, я ни разу не вспомнил, что мне где-то невозможно проехать. При том, что мы там со скарбом таскались, а тут я приехал и понял, что, блин, тут вот выбираешь маршруты. Даже по району, которую ты знаешь, при том, что там предпоследний ребенок у меня родился очень давно, и я понимаю, что маршруты сильно поменялись. Плюс 7903-797-6333 о том, как и каково инвалидам найти для себя работу. Репортаж Дарьи Касьяновой через несколько минут в эфире Серебряного Дорога. Не переключайтесь. Потапенко будет. Ну что, мы продолжаем. Присоединяйтесь к нам. 903-797-6333. Это крайне-крайне-крайне важно. Итак, у нас формат 2D. Одеваем очки, перешел в 3D. Можно наблюдать. Даша Касьянова в студии Серебряного Дождя. Да, она у нас появилась. Ну что, есть работа для инвалидов? Ой, ребят, я вообще решила в этой теме по своему любимому формату пройтись, то есть очень мало говорить от себя и дать возможность высказаться, собственно, самим инвалидам и людям, которые с ними работают по 10 лет, которые работают напрямую с трудоустройством, со всеми сложностями, знакомыми и подводными камнями в том числе. И, знаете, я наткнулась на то, что очень мнения разные. И даже вот среди людей, которые работают и помогают трудоустроиться, тоже по-разному считают на этот счет. То есть корень проблемы, мне кажется, удалось выявить, и тоже мы это сейчас услышим. А давай сразу зачитаю сообщение от слушателя. Это боль. Я инвалид третьей группы по зрению, но выгляжу обычным, глазам у недуг не бросается. Но как только о моем недуге узнают на собеседовании, все. Под любым предлогом отказ на работу устроиться невозможно. И вот об этом мы сейчас будем говорить. Дело в том, что заградительные меры у нас, оказывается, делаются сверху. То есть это не работодатель говорит, что не он такой плохой предприниматель. Он говорит, что нет инвалидов к себе не возьму. Есть распоряжение четкое в карте, что нельзя работать. Я могу теоретически типа покаяться, потому что я могу сказать, что для меня, как для работодателя, взять инвалида, это, считай, пристрелиться. Это прямо себя подставить под статью. Потому что те меры, то есть то, что я должен обеспечить, и то, как меня потом будут сразу же, вернее, даже не потом, а сразу же будут дрючить, проще отказать. Ладно, давайте слушать. Первый молодой человек, его зовут Вадим, он из города Ярославль. Он друг нашей Олеси Павлик, нашей ведущей. Ведущей программы «Народной новости». Да, и она, собственно, мне тогда написала, когда я занялась этой темой, с чего все началось, с того, что у Вадима есть проблемы с трудоустройством, и я с ним, конечно же, сразу поговорила. У меня как бы первая группа инвалидности, и у меня в карте ИПР стоит трудоспособность третьей степени. Это, значит, совсем не рабочая. Я много раз пытался и через интернет работать, но, как всегда, очень много лохотронов всяких. Делаешь задания, а кто на тебе не платит? Вот всякие вот пытался тут сувениры собирать, и игрушки клеить, и конверсы. То есть, ну, это такой труд, ну, неофициальный как бы. Официально как бы я не имею права работать, потому что мне надо будет переделывать тогда степень инвалидности, и, естественно, я уже потеряю в деньгах. Я уже, конечно, хотел бы работать, но уже рисковать не могу, так как я живу без родителей, и пенсия – это мой единственный источник дохода, и я уже не могу так рисковать. Поэтому сейчас бросил пока эту идею с работы. Посмотрел в карте реабилитации, что у меня третий степень. Почитал в интернете, что я не могу работать. И вот так уж и бросил эту идею. Вадим, а сколько составляют сейчас пенсии, если это вопрос, на который сможете ответить? Не обязательно, конечно. О, да, конечно. Где-то 17-600. Ну, это по всеми надбавками, прибавками и всем прочим. Ну, я знаю, что вы еще пишете иконы, да? И выкладываю их. Мозаика техника, алмазной живописи называется. Да вот с покупателями проблемы были. Тут даже одну партию удалось продать в Германию. Приезжали к нам в город специалисты из Германии. Удалось продать по знакомым. Так продлили иногда. Но пока сделано это нечасто. Но сейчас, в конце года, хочу благотворительную выставку сделать, чтобы помочь другим нуждающимся. То есть, как обстоит дело? Если у тебя в карте написано, что ты инвалид такой-то группы, ты не можешь работать и тебе работодатель не может предоставить место. Исходя из этого, ты, конечно, можешь долго и очень сложно добиваться, чтобы тебе поставили, например, не третью, а вторую группу. Но тогда ты потеряешь выплаты. То есть, у тебя они уже не будут такими, какие они сейчас. А сейчас они, как вы услышали, 17 тысяч вместе с надбавками. Ситуация патовая. Переславль-Залезский, Ярославль, вот откуда и Олеся, и Вадим, это недалеко друг от друга города находятся. Ну как, относительно России. Там, знаете, цены, ну, например, дешевле на такси прокатиться, дешевле снять квартиру. А вот если в магазин за продуктами или за вещами сходить зимними, например, да? Дороже. Это все то же самое. Или еще дороже. Или дороже, чем в Москве, как, например, вот город Тверь могу привести. Поэтому на 17 тысяч, конечно, существовать практически невозможно, особенно с теми особенностями, которые есть у инвалидов. Им многого нужно больше. Ну, по-разному там у всех свое. И продуктов, и лекарства, и потому что они вынуждены очень... Ну, то есть там такие издержки, которые напрямую у здорового человека нет. Вот наша знакомая, с которой я привлекал, вот я организовал форум гражданских активистов, я могу сказать, что да, опять-таки каминг-аут, я ее нелегально нанимал. Она у нас работала в качестве голоса форума, то есть она отвечала на все телефонные звонки. Но это было абсолютно нелегальное ее трудоустройство, потому что легально я ее взять на работу не могу. Вот я дальше начала копаться в этой теме, нашла волонтера, девушку по имени Елена. Она сама тоже работодатель, и она сама очень долго работает с инвалидами, в частности вот с Вадимом, да. И она, вот я за что люблю некоторые такие комментарии, она сказала, как есть. Это, знаете, нерафинированное сладкое мнение. То есть мы-то здесь привыкли, что часто люди высказываются, что такое хорошо, что такое плохо, крошка сын к отцу пришел. А она сказала, да, четко, как есть на самом деле. Те, кто хотели найти работу и кто хотели работать, они находили работу и работали. То есть вот работали в колл-центре, работала девочка в колл-центре МЧС очень долго. Ну вот Олеся Павлик работает, да, при том, что она самая тяжелая у меня зря. Ну, если честно, я не знаю, стоит ли об этом говорить. Ну, короче, они на самом деле сами не очень хотят. То есть они воспитаны в таком обществе, что они, в общем-то, привыкли, что их жалеют, и они себя тоже сами жалеют. И даже те, кто работал, они не очень-то ценили эту свою работу. И на учебе тоже самое. Я как работодатель, при том, что их очень люблю, и там уже сколько, 7-8 год я занимаюсь с ними, я никого из них к себе на работу не возьму. Потому что контингент мне надежный. Поэтому все списать на то, что нет рабочих мест, я не могу. Ну, конечно, им труднее. Но места есть, и там вот в колл-центре выберут, потому что у многих же речь не нарушена. Поэтому тут часто проблема вот в самом обществе, которая сформировала сначала родители детей-инвалидов. Это же родители им с детства навязывают, что нам постоянно кто-то что-то должен. Государство, там местные власти и так далее. Конечно, у нас в обществе не все хорошо. Но первое, что не хорошо, что их вот это вот мышление инвалидное формирует. Спрятали всех инвалидов. Государству выгоднее, чтобы они сидели дома, и никто про них не знал, что они вообще есть. Дать вот эти подачки. Пусть они дома сидят и не вякают. Это и дешевле, чем создать вот эту вот среду, да, короче, благоприятную для инвалидов, чтобы они были на улице. Но ситуация в этом плане очень сильно изменилась. Вот я с какого-то? 2012 года я этим занимаюсь. То есть, если раньше вот то, что я делала, там, организовывала для них встречи раз в два месяца, для них была манна небесная, они виделись до этого раз в год, то сейчас уже много организаций, которые постоянно у них, постоянно какая-то движуха, развлекуха, какие-то вот мероприятия для них проводятся, НКО много. Инвалидов много на улицах появилось. А поскольку мне это интересно, я это замечаю. То есть, конечно, ситуация в этом плане изменилась. Но опять же, все их развлекают. Вот не то, что там, ну, на равных, что они могут что-то сделать, там, или как-то. Но все равно это все как бы, это не общество равных. Все, что делается, это не общество равных. Проблема здесь. Они в них, ребята, хорошие все. Ну, что я вам могу на это сказать? Ну, еще раз, это, это есть очень, это огромная пропасть. И вот в чем я вижу разницу, когда вижу за рубежом, я вижу там, я едет, например, ребенок, например, либо аутист, или еще что-то. Его воспринимают как не неведомо зверушку. Общество равных, Дим. Словосочетание «главное» уже прозвучало. Вот это не неведомо зверушка. А у нас это неведомо зверушка. И неведомо зверушку, она, это взаимоувязанные вещи. Мы их действительно развлекаем, а не социализируем. Да, на самом деле, очень мало кто работает с родителями, изначально объясняя, как бы, что дальше-то, собственно, делать. Потому что родители сейчас, вот, дай бог, если они продвигаются по пути, например, что они могут получить сейчас от государства? Какие-то центры реабилитационные, какое-то общение наладить. Центров тоже только на всех не хватит. Ну да, какую-то коммуникацию с внешним миром. Вот то, что они сейчас могут сделать. Но никто не развивает родителей в этой сложной ситуации, подсказывая и направляя их как им. Это изменение культурного кода, в первую очередь. В общем-то, сделать так, чтобы их ребёнок существовал без них. А это самое главное. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что со многими инвалидностями люди не доживают, к сожалению, до того возраста, когда они уже существуют без родителей. Ну, просто потому что жизнь, продолжительность жизни короче, её качество и так далее. А вот всё равно бывает такое, что человек переживает родителей, и что тогда? А вот тогда такая ситуация, как нам рассказывал Вадим, собственно говоря. Но я вот говорила, например, с Софией Пак, это координатор по трудоустройству людей с инвалидностью. Давай мы только её комментарии послушаем буквально через несколько минут. Слушатель приводит в пример опыт других стран. Пишет, подруга живёт в Германии. Рассказывала, что там на заводах, это к вопросу о том, как работодатель действует, работают люди с синдромом Дауна. Обязательно. На законодательном уровне. А я вам ещё страшнее скажу. Там для заприём инвалидов предприниматель получает такие льготы, что мало не покажется. Это всё очень просто. Экономически выгодно. Я просто хочу... Да, у нас получается реально замкнутый круг. Работодатели... У нас, кстати, тоже сейчас охотно берут инвалидов. Да нет, у нас никакого замкнутого круга. У нас есть, попросту говоря, то, что мы ошибочно называем государством. Государством не является. И вот его задача везде понаставить, что называется, парней с ружьём. Дим, ну так и система создаётся в итоге такая, что тебе выгоднее нанять парня с ружьём, чем человека с особенностями. Родители человека с особенностями. Мне выгоднее, чтобы были альтернативные выборы. И для этого... Милый, но это мы вообще... Конечно, и для этого... И системой путём проб и ошибок мы должны прийти к тому, что у меня должны стоять у руля государства как муниципалитета, так и люди, которые понимают, что общество, оно разное, оно состоит из нас разных. И инвалид — это не отдельная неведома зверушка. И вот это базис. Дарья Косянова в студии «Серебряного дождя». Через пару минут продолжим. Потапенко будет. Ну что, мы продолжаем. У нас в гостях Дарья Косянова. И мы говорим о работе для инвалидов. Да, я рассказывала об этом. Тяжело или всё-таки просто устроиться? Оказывается, что международные фирмы в России в том числе очень хотят брать инвалидов на работу, потому что у них есть квоты. Есть, на самом деле, большие корпорации, колл-центры и так далее, где, в общем-то, тоже охотно принимают. Но это, знаете, всё, когда разговариваешь с самими инвалидами, с людьми, которые с ними работают, на деле оказывается не так просто. То есть квоты есть, а устроиться непросто. И мы вообще вступаем в такую великолепную эру, которая, с одной стороны, знаете, она жуткая, с другой, в этом есть что-то правильное. Когда инвалиды начинают помогать инвалидам. То есть люди, которые уже социализацию прошли и чего-то достигли, начинают подталкивать других. Это, в общем-то, к разговору о том, например, знаете, кто усыновляет в России детей инвалидов русские? Вот тебе задаются вопросом, кто эти люди, да? Герои такие. Я вам отвечу. Почти в 90% случаев это люди, у которых у самих уже есть инвалиды-дети. То есть они как бы берут второго, либо потеряли первого. Вот такая история. И здесь вот я разговаривала с Софией Пак. Это координатор по устройству людей с инвалидностью. И сама она инвалид по зрению. Ну, трудоустройство людей с инвалидностью, это всё-таки сейчас тренде. Для особенно международного бизнеса. Конечно, одна из проблем, это то, что кадры, если честно, людей с инвалидностью, их очень мало. Квалифицированных, готовых к работе, социализированных, ну, в целом адекватных. Ну, лично я столкнулась с тем, что у нас есть приказ «Незрава» номер 302. Именно этот приказ, он вступает в противоречие вообще с конституционным правом человека на труд. Ну, и, соответственно, с конвенцией. Инвалидность — это не помеха в трудоустройстве, задача работодателя и целом общего, то есть дать те условия, при которых в любой форме инвалидности человек мог бы работать. То есть этот принцип основан на социальном подходе к пониманию инвалидности, да, что причина инвалидности не в заболевании, а в тех барьерах, с которыми человек сталкивается. Наш приказ номер 302, на данный мой, противоречит всем принципам конвенции, то есть он основан сугубо на нашем традиционном, постсоветском, еще и советском подходе, медицинском к вопросу инвалидности. То есть у человека есть заболевание, согласно этому заболеванию, ему противопоказаны какие-то, какие-то, какие-то виды труда. Ну, в частности, моя история. Говорю, у меня инвалидность по зрению. По зрению третьей группы. То есть, соответственно, согласно моей инвалидности, мне доступны облегченные виды труда. Ну, в целом, работать я могу. То есть фактически по группе инвалидности мне работать можно, но согласно приказу мне работать нельзя. То есть перечень заболеваний, приведен при которых, ну, допустим, работа на компьютере мне противопоказана. То есть я говорю, давайте пропишем, что я могу работать при наличии программы экранного доступа в компьютере, которая не требует зрительного напряжения. Все на адрес отказываются, потому что приказывают, но нельзя работать на компьютере. Ну, это такой путь тупиковый. Кстати, проблемы сталкиваются не только люди по зрению. Приказ, он вот препятствует на самом деле, а не способствует трудоустройству людей с инвалидностью. Во-первых, он их ничем не защищает. Просто создает дополнительные сложности в процессе трудоустройства. Поэтому намазы, даже не столько работодательность, сколько вот какие-то законы или приказы, это, ну, объяснить логичность или вообще для чего это было сделано, я не могу. Реально, защита ноль, понимаете? То есть, отчего этот приказ? Я, знаете, каждый раз себя лавлю на мысли, какая мы великая все-таки страна. Мы сами себе создаем героические трудности. Причем трать, это же колоссальная энергия потратили люди, чтобы нарисовать эти законы, что-то там напридумывать. Мы потратили колоссальные деньги на этих людей. А потом люди же еще их и преодолевают. Мы такая вот, знаете, навар с яиц все время производим. Прямо страна навара с яиц. И, кстати, вот эта девушка, София, она была готова к тому, чтобы изменить свою группу. То есть, с третьей перескочить на вторую. Да, но она сказала, что это бюрократически так сложно. То есть, она готова отказаться от этих выплат каких-то дополнительных за третью группу. Что я считаю неправильным. Чтобы, ну да, то есть, она понимает, что просто иначе никак. Чтобы работать, чтобы было больше возможностей для работы. Потому что она чувствует, она в себе эту силу и возможности. Но это настолько сложно, что она сказала, знаете, я уже сдалась. То есть, это просто, ну, разговор целиком, естественно, там не стало, да, самую суть передала. Она говорит, я уже сдалась, я просто не буду бороться за свою вторую группу. Тем более, почему я должна врать вообще, да? Ну да, у меня третья. Да нет, никто не должен врать. Они должны получать свой доход по инвалидности, ту самую пенсию. А у работодателей не должно быть препятствий для того, чтобы взять. Потому что технически работать они могут? Могут. Повреждений нет? Нет. Слушайте, ну, раз, две стороны пришли к обоюдному согласию. Дайте просто возможность и одной, и второй стороне работать. Или вот, например, есть вообще гениальная штука. У меня у отца инвалидность по сахарному диабету, но он, правда, уже на пенсии. Так вот, он должен подтверждать ее каждый год. То есть такое ощущение, как будто от этого можно вылечиться, понимаете, да? А то, что у нас инвалиды, извините, ампутанты, вынуждены зачастую подтверждать вот это, это совсем бред. Друзья, мы продолжим после выпуска новостей. Дарья Касьянова в студии Серебряного Дождя, Дмитрий Потапенко, Дарья Гордеева, плюс 7903-7976-333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...